Северсталь и Архангельск две крупнейшие подводные лодки проекта 941 «Акула» утилизируют. Информация появилась сегодня на сайте российской газеты со ссылкой на РИА Новости. Информационное агентство, в свою очередь, ссылается на неизвестный источник в судостроительной отрасли. Сообщается также, Росатом их утилизирует после 2020 года. Оба крейсера уже давно выведены из боевого состава ВМФ. Сегодня находятся в Северодвинске, на территории Беломорской военно-морской базы. Сам проект разработали в ленинградском ЛПМБ «Рубин». Название «Акула» пошло от первой подлодки этой серии тяжелого крейсера ТК-208, который был заложен на Севмаше в 1976 году. На его борту в носовой части нанесли изображение «Акулы». Эти атомные подводные лодки считаются самыми большими в мире. 172 метра в длину, 23 с лишним метра в ширину. На сегодня в составе ВМФ России остался один крейсер проекта 941У «Дмитрий Донской». После модернизации он продолжает боевые походы на Северном флоте. Информацию об утилизации Архангельска и Северстали в пресс-службе Центра судоремонта «Звездочка» пока не подтверждают. Продолжение следует...